Приветствую вас, Эльвира. Что заметил я в вашем тексте, в вашем сообщении, это как-то, пожалуй, некое такое, может быть, идеалистическое представление, идеалистическое мышление, если угодно. Когда вы хотите, чтобы все было идеально, но идеально вам ничего не хватает. В мире и уж совершенно точно идеально ничего не происходит, как бы, между людьми, в человеческих отношениях, поэтому я вам открою некоторый секрет. Наверное, если скажу, что баланс практически никто не способен удерживать. То есть люди могут провести всю свою жизнь в поисках баланса, вот, и так его и не найти. Это баланс, я имею ввиду. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, у вас идеалистическое представление об этом, что вы должны, что именно вы должны каким-то, ну, совершенно определенным образом ответить. Поступить при том, что, ну, вы, в общем, в целом ничего не должны, вы не должны как-то отвечать. Вы отвечаете так, как вы и отвечаете. Как вы можете, так вы и отвечаете. Другой вопрос в том, что там получается, в общем-то, порой весьма эмоционально, но это уже то, что в общем и целом свойственно каждому из нас, не только вам. Вот. Поэтому здесь, вот, в первую очередь, это, наверное, какие-то требования к себе, да, то есть вот вы говорите, что на словах я Лев Толстый, что вы идеализируете определенное поведение и, как бы, можно сказать, что здесь у вас проявляется перфекционизм. Я, конечно, не могу сказать, что, не могу сказать перфекционизм любви вообще, потому что, понятное дело, я с вами не общался и не могу сказать ничего более конкретного. Но, вот, то, что здесь проявляется перфекционизм, это совершенно очевидно. Дальше, значит, пойдемте по вашему тексту. Почему в жизни у меня обычно, почему в жизни у меня обычно, в кавычках, в моей голове это выглядело намного лучше, на деле, ну, так, вот себе. Давайте вы живете в своем мире, а не в реальном мире. Вот. В фантазиях все всегда выглядит идеально. Вот что отличает фантазия от реального мира. Реальный мир, он гораздо более неидеален. И вот неидеальность вы принять не готовы. Я полагаю, что вы не готовы принять, таким образом же, и свою неидеальность. Вы не готовы принять и ее. То есть, вы не принимаете свою собственную неидеальность. То есть, вы не принимаете, ну, свою собственную, может быть, может быть, может быть, ошибок, вы не понимаете. Вот. Вот. И как бы в этом, вот, наверное, есть существенная, существенная проблема. Вот. Потому что, если вы не принимаете свою неидеальность, вы не можете принять неидеальность других. Люди. И, конечно, это накладывает определенный отпечаток на, ну, на ваше взаимодействие с другими людьми. И, в частности, провоцирует неудовлетворенность. По факту. Вот. Постоянно. Неидеальность. Неидеальность. Дальше. Я часто обдумываю, как четко отвечу какому-нибудь наглецу. Но здесь есть проблема в том, что вы, в принципе, считаете, кого-то наглецом. Понимаете? Такая проблема. То есть вы кого-то заранее окрестили наглецом. Вот. Вот. А в этом, пожалуй, и проблема, потому что наглецов, в общем-то, не бывает. То есть люди могут нарушать лишние границы других людей, говорить грубости. Но важно понимать, что это не то же самое. Это не то же самое. И это не в наглости привычном понимании. Вы же здесь как-то не представляете руководствуетесь тем, что мой коллега назвал родительскими стандартами. Стандартами победения в том смысле, что вот если наглец, ему нужно обязательно ответить жестко. Момент в том, что отвечать нужно не столько жестко, да, не столько жестко и не только жестко, сколько, естественно, вот так, как вам хочется. Для того, чтобы ответить так, как вам хочется. Это не обязательно жестко. Обязательно жесткий ответ. Для того, чтобы ответить, как вам хочется. Нужно находиться в гармонии с собой, если вы в гармонии с собой не находитесь, то и ответить как-то вот естественно вы не сможете от слова совсем. Так, представляю каким холодным уверенным домом покажу ему его заблуждение, в итоге выдаю совсем не то, что я хотел. А почему вы считаете, что человек заблуждается? То есть, видите, да, чувствуете, вы ставите себя как-будто выше других, выше другого человека, как будто бы, ну не знаю, как будто вы боретесь что ли с человеком, как будто бы сражаетесь. Вот. То есть, тут вот проблема. Я либо держу, либо живу сопли. Правильно, правильно, потому что вы не умеете быть на равных с другими людьми. Вы либо чувствуете себя выше, либо чувствуете себя ниже. На равных быть вы не можете, потому что вы не считаете себя равным другим. Вы либо выше, либо ниже. Никак не могу найти золотых среди менящиков. Ну, я вам сказал почему. При первом варианте голос становится истеричным, но не работает, потому что мы контроля мало. Потому что при первом, когда вы держите, вы, вероятно, проявляете те чувства, которые в других случаях зажимаете. Соответственно, чувство вырывается взрывообразное, и в итоге получается такая вот история. При втором голос не такой твердый, как хотелось бы. Скорее даже не уместно мягкий, и слова вылетают, похоже, не на речь о уверенном себе человека. Какое-то жалко их подобное. Но, опять же, здесь у вас есть требование к себе. То есть вот такой нарциссизм здесь есть. А ведь разума, понимая, что ситуации важны, и в них нужно поставить себя, может быть, ситуации важны. Но чем они важны лично вам? Если ситуация важна тем, чтобы показать человеку заблуждение его, то это не важная ситуация. Это заблуждение уже ваше. Потому что никому чужие заблуждения показывать не нужно. И уж точно, ставя наглеца, как вы выражаетесь на место, вы не способствуете его исправлению. А скорее даже наоборот. Потому что то, что наглец делает, он делает, как раз таки, как раз таки. Ради того, чтобы вот такие люди, как вы, пытались поставить его на место. То есть дали бы ему внимание. Это то, ради чего делает то, что делает наглец. Ну вот как вы говорите? Вообще-то это не наглец, а человек, который просто хочет привлечь к себе внимание. Как и вы, кстати. Вам тоже хочется внимания. Вам тоже хочется чувствовать себя значимой. У вас тоже есть такая проблема, что вы себя не ощущаете значимой, не ощущаете важной. Есть проблема того, что вы, как бы, подозреваете, Gardка. Сейчас мне кажется, что можете быть пустым местом. Но если не пустым местом, то по крайней мере, недостаточно оценённое, недостаточно, вот, недостаточно люди отдают себе отсчёт в том, какая вы. Недостаточно люди отдают себе отсчёт в том, насколько вы ценны, насколько вы интересны и так далее. Но вас это очевиднейшим образом беспокоит. Только проблема эта решается не через тот путь, который вы предлагаете. Дальше. Когда это нужно? Представьте разные ситуации, меня обвиняя тем, чего я не делала, чтобы очернить меня и скоростных целей. Эльвира, обвинить вас не может никто, кроме вас самой. То есть до тех пор, пока вы сами не возьмете на себя ответственность за то, что сделали, вас никто обвинить не способен. Обвинить получается того, кто продемонстрирует вам факт необходимости выполнения того, что нас обвиняют. Очернить так же не может никто вас, кроме вас самой. Другие люди, которые поверят тому, кто вас очерняет, скорее всего не имели о вас своего адекватного представления и до этой ситуации. То есть по факту это люди, не имеющие своего мнения, если они поверили тому, кто вас очерняет и потом поверят вам, когда вы докажете, что очернили вас несправедливо, так к примеру, то они точно так же поверят и следующему человеку, который предоставит им другую информацию. Такие люди поверят во всё, что им предложат и что вы каждый раз будете пытаться что-то доказывать и объяснять. Но, извините, у вас не хватит нервов. Просто не хватит нервов на то, чтобы это делать. Поэтому вот здесь вы идёте по совершенно не той дорожке. Человек совершает какую-то ошибку по неопытности на работе, например, и мне, как более опытному сотруднику, мне объяснить ему правила ведения дела. Спокойно, но твёртно. Хорошо. Вы можете это сделать только в том случае, если уверены в себе как профессионал, если вам нравится то, что вы делаете, если вы разбираетесь в том, что вы делаете. Замечали, что дети, слушаясь уверенных взрывов, например, кому-то досталось что-то льготное, а мне отказали. Те, кто говорит не уверены, ни на что не ставят. Но у вас опять есть какой-то дисбаланс. Разные дети, разные взрослые. Дети случаются не уверены в взрослых, а тем, кому они доверяют. Доверие необязательно связано с внешней уверенностью или верой. Замечаю, где-то несправедливость, например, кому-то досталось что-то льготное, а мне отказали. Почему вы считаете, что это несправедливостью веры? Понимаете? Сама идея справедливости с точки зрения психологии является проявлением незрелости, проявлением инфантильности. Потому что справедливости не существует. Для каждого человека справедливость своя. И совершенно очевидно, что количество благ гораздо меньше, чем количество людей. и совершенно очевидно, что все блага всем людям достаться не могут в принципе. Именно поэтому кто-то что-то получает, а кто-то что-то, а кто-то нет. Но это совершенно не значит, что это несправедливо. В чем как раз таки, в чем как раз таки проблема. Вот. Вас задевает как раз таки то, что вам отказали. То есть вы воспринимаете это на свой личный счет. Хотя отказывают всегда просто человеку, но не лично вам. То есть проблема здесь в том, что вам это воспринимается как личное оскорбление. И несправедливость воспринимается вами тоже как личное оскорбление личного смысла, а по факту тут как бы ваша личность совершенно ни при чем так. Но вами это не воспринимается так. Вас видимо очень легко задеть. Вот. И из-за этого вы так болезненно реагируете на несправедливость. Потому что какие-то действия людей могут вывести вас из-за, образно говоря, равновесия, могут вас задеть и так далее. Но это несправедливость. Это ваши плохо очерченные личные границы, как минимум. Это ваши страхи о мнении в себе. Нетвердые представления о себе. Дальше. Пока таких ситуаций не было, так, видите, вы даже говорите о тех ситуациях, о которых не было еще. Дальше. Остаивать свои интересы не значит добиваться справедливости. Если бы отстаивание, значит, если отстаивание интересов коррелировалось бы со справедливостью, то никто бы никогда свои интересы не отстоял бы. Эльвира. Кто-то знакомый, может, из одного коллектива никогда не здоровался со мной. Никогда не здоровался даже со мной. Но однажды решил, что я просто так должна ему помочь. Удёк понадобится уверенно отказать без этих движений. Ну, у себя лучше, наверное, отказать, если вы не считаете, что на самом деле должны такому человеку помогать. То есть, понимаете, вы как будто бы хотите развить себя маску. Но, главное, это естественность в поведении. Не маска, а естественность. И для того, чтобы реакция была естественной, чтобы вы, например, ну, не предлагали усилий при... А при, скажем так, поддержании определённого поведения, вам нужно впервые разобраться в себе. Вот, убрать все противоречия. Чтобы ваша реакция была максимально, максимально естественной. Проблема Недо или Пере – это проблема не пребывания во взрослом состоянии. Пребываете вы либо в детском, либо в родительском состоянии. Попробные об этом можете почитать у Эрика Бёрна. Конечно, иногда мне удаётся найти средний, я собран и спокойно уверен. Хотелось бы, чтобы музей уверенности как-то плачаще ко мне заходило. Так может, если бы не стало бы эффективным взаимодействием. Да, здесь верно, но это не муза. Это не муза. Это не муза. Вот, это совсем другое. На самом деле, к творчеству не имеется никакого отношения к счастью. Потому что на творчество способны не все люди, а быть взрослым и не иметь внутренних конфликтов, способны к раскисти. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.